Вы знаете, стянутые, тяжелые обстоятельства, это не повод для того, чтобы грешить. Я скажу так, это повод для того, чтобы сказать, отойди от меня, сатана. Если ты противостанешь ему твердой веры, Библия говорит, он убежит от тебя. Противостань ему. Противостань ему тогда, когда тебе... Вы знаете, некоторые смотрят на мужей веры, и они видят в них только грех. Когда человек хочет согрешить, он видит только грех. Но Бог оправдывает их. И когда мы оправданы Богом, мы не должны грешить больше. Мы не можем грешить больше. Бог не создал нас для греха. Мы оправдываем себя, и мы готовы оправдать себя. Но слушайте, кто я такой, что я могу оправдаться? И ты тоже не сможешь. Мы не сможем оправдаться. Но если тебя оправдывает Иисус, то будь добр, соответствуй тому уровню, которому Он тебя поставил. Скажи, я сын Божий, я сын Божий, и отойди от меня, сатана. Если у тебя есть какая-то сейчас проблема, тебе надо сразиться. Мне это очень хотелось сказать. Тебе надо противостать этому. Не еди на компромисс с грехом. Потому что грех, он тебя сводит с того места, в котором ты, и с того положения, в котором ты должен находиться. Оу! Я ничего нового вам не скажу. Иисус умер за грех. Вы знаете это? Сегодня прекрасный праздник. Сегодня замечательный день. Сегодня утро говорило нам о том, что Иисус Христос, Он родился для нас. Но для чего Он родился? Чтобы прийти и просто прожить здесь хорошую жизнь. Чтобы умереть за нас. За наш грех. И я вам хочу сказать, что сегодня некоторым надо просто возвратиться в то Евангелие, в котором ты должен стоять, хвалиться. Что Иисус умер за мой грех. За мои грехи. Он не дает тебе ничего. Он не хочет дать тебе ничего больше. Потому что Он все уже сделал, когда умер за грех. Все остальное ты сможешь добиться сам. Все остальное у тебя уже есть. Оно вложено, как Творцом, в тебе уже. Потому что Бог создал тебя по образу и подобию своему. Мы часто думаем, мы живем на подачках у Бога. Но Он все сделал, когда умер за грех. Слушай внимательно. Это Евангелие благовесть. Мы не могли достичь уровня Божьего. Мы не могли возвратиться в то состояние, в котором должны были быть. Пока Иисус не пришел. И почему весь мир сегодня празднует этот праздник? Потому что Иисус Христос пришел для того, чтобы искупить тех, которые будут веровать в Него. Не всех. Если я верую в Иисуса Христа, так как написано, Он пришел и умер за грехи мои. Он не умер за то, что я жил бы хорошо. Потому что живу я хорошо и без Него. Я могу жить без Него хорошо. Но это существование. Он умер за грехи мои, чтобы я освободился. Вы знаете, что меня тревожит? Потому что мы увидели и мы видим, что грех уже бывает не так он ужасен для верующих людей. Они смиряются в том состоянии, в котором живут. Я не хочу в этом состоянии быть. Я не хочу смиряться в этом. Я помню, когда я находился без Иисуса Христа. И когда мне говорили, что Иисус умер за твои грехи. Он за весь мир умер, я говорил. Но я не осознавал, когда я пришел к Нему. И я понял, что Он умер за мои грехи. Ко мне вернулась радость Божья. Ко мне вернулся мир Божий. Ко мне вернулась праведность, которую я не имел раньше. Потому что Бог Иисус Христос умер. Послушайте, я прочту одно местописание. Давайте откроем Луки вместе со мной. Вторая глава, восьмой стих. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную ражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим». Вы знаете, часто мы боимся тех вещей, которых не понимаем. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем человеком». Радость, которая будет всем человеком. Что приходит с тем, что я принимаю Иисуса Христа в свое сердце? Радость. Мы заменили радость приобретением и подарками. Вы знаете, я сегодня, вчера, позавчера ехал, мы тут до часу ночи, часу ночи вчера, то есть сегодня уже час ночи, до часу ночи сегодня мы находились в этом зале и с Виталиком. Где Виталик? А, Виталик. Ира его отпустила. Слава Богу. И кто еще с нами? Саша был. Где Саша? Помогал нам. И все, что мы пытались сделать, мы пытались для удобства сделать. Но самое интересное то, что в эту ночь родился Иисус. Мы в эту ночь много вещей делали, но я, когда ехал по трассе, я увидел очень много машин. Люди едут, куда-то спешат, куда-то. Я такого не видел. Мы по пятницам ездим на ночную молитву, и в это время, бывает, возвращаемся. И машин не так много. В этот раз я даже на Южном мосту стоял в небольшой такой тянучке. Люди ездят по магазинам, по кафе. Они делают себе праздник. Смотрите, что такое праздник. Для некоторых праздник – это сходить в магазин, купить новый афон, машину. И они делают себе праздник. Женщины делают праздник, они шоппингом занимаются. Что для нас является праздником? Мы можем себе сделать праздник. И мы можем сделать себе радость. Но это деланная радость, дорогие мои. Настоящая радость, которая приходит от Бога, она неописуема. Она настолько велика. Ты можешь ее испытывать, и ты можешь прочувствовать ее. Я помню, когда Господь коснулся моего сердца, когда я первый раз встретился с Богом. Я испытывал такую радость, и у меня ничего при этом не было. Я ничего не приобрел. Радость, которая пришла просто так. Я не видел чудес, не видел никаких знамений. Я просто понял, что Иисус Христос – мой Господь. Мой Спаситель. И вы знаете, самое интересное, когда Он возвещал эту радость, радость, которая будет тем человеком, Он говорил о радости, которая не стимулируется ничем, ни музыкой, ни прославлением, ничем. Мы сейчас стимулируем радость. Но я вам хочу сказать, что если вы помыслите просто о том, что сделал вам Иисус Христос в вашей жизни, вы испытаете снова эту радость. Мы можем находиться в этой радости каждый день, вставая утром и говоря, «Слава, Иисус, за то, что Ты есть у меня! Слава, Господь, за то, что Ты умер за мои грехи! Слава, за то, что Ты пришел!» И вы знаете, это радость, которая приходит в твою жизнь, не потому, что ты что-то имеешь или не имеешь, а потому, что у тебя достаточно благодати. У тебя есть та благодать, которую ты не заслужил. Кто такие пастухи? Кто такие пастухи? Это даже и не цари, это даже и не люди, которые... Ну, некоторые думают, ну, они, наверное, не сильно достойны. Ангелы пришли для пастухов возвести великую радость. Сегодня я возвещаю вам радость, которая для вас является основной, потому что это основа нашего учения, основа веры, что Иисус Христос родился для всех нас, чтобы искупить нас от греха. Вы знаете, сегодня некоторых верующих уже это не радует. Иисус умер за тебя, аллилуйя, Он за всех умер. Я тоже так говорил и стимулировал свою радость. Знаете, чем? Вы знаете, какая разница между тем, который помешан на шопинге, и тем, который наркоман? Без разницы. Тот и тот стимулирует свою радость. Или алкоголик. Вы знаете, я понимаю одну такую вещь, что Иисус, Он хочет дать нам свободу, настоящую свободу, чтобы это не было стимулом, чтобы ты был в радости Божьей. Потому что Царство Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Чтобы радость в твою жизнь пришла по-настоящему. И я вам хочу сказать, радость не приходит от того, что ты бежишь куда-то, стремись куда-то, идешь куда-то. Радость приходит от Него. Давайте прочтем. Ибо ныне родился вам. Скажи мне. Ибо ныне родился вам. Ангелы возвещают тайну, великую тайну, которая будет для всех. Радость, которая наполнит всю землю. Все будут праздновать Рождество. Даже все магазины будут за... эти... как это называется? Вертепом заставлены. Это будет все круто. Со временем. Но эта радость стимулируется людьми. Но есть настоящая радость, которая приходит от веры. Когда ты еще ничего не видишь. Когда ты еще ничего не знаешь. Потому что радость, которую они возвестили им, это не было на кресте Иисус. Это не был тот Иисус, которого они должны были узнать. Это Иисус-младенец. Сегодня некоторым надо поверить в то, что невозможно. Он еще должен вырасти. Он еще должен подрасти. Чтобы эта радость пришла, тебе надо просто изменить свое мышление. Просто вырасти. Просто подрасти. Со временем эта радость придет в твою жизнь. Наполнит тебя до такой степени. Что ты будешь доволен, удовлетворен. Всем. И вы знаете, пастухи, они не поняли, что это за радость. Но им пришлось поверить. Они пошли в Вифлеем. И они смотрели и высматривали. Ой. Смотрите. В Назаре, да. И они смотрели и высматривали Иисуса. Младенцы в пеленах лежащего в яслях. И внезапно явились ангелам множество воинства. Небесное славящее Бога и взывающее славу Вышних Богу на земле мир, а в людях благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем, посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешившие пришли и нашли. Вы знаете, есть момент, когда ты начинаешь искать, поиска, но они нашли младенца. Кто такой младенец? Что может дать тебе младенец? Ничего. Но, читая дальше, я понимаю, что они ушли оттуда с великой радостью. Когда в тебе начинает расти вера, то признаком того, что твоя жизнь на правильном пути, у тебя будет радость. Сегодня некоторые потеряли ее. Знаете почему? Вам нужно снова и снова пережить рождение младенца. О, у нас сестра Аня родила девочку. Прекрасная, красивая. Пишет нам на ночной молитве, что она родила девочку. Фотографии выслала. В 21.45 родила девочку. Все. Аллилуйя, слава Богу. Но это ее радость. Вы знаете, радость, когда рождается ребенок, которого ты ждал. И мы понимаем, что для нее это еще большее чудо, потому что она переживала, чтобы она вообще родилась. Потому что обитие пуповиной было, и все, и все, и все. И возраст, и кесарева хотели делать. Она родила быстренько, все хорошо, и говорит, легко. Но вы знаете, эта радость, которую она переживала, мы могли переживать вместе с ней, потому что это произошло чудо, потому что мы молились за это, мы ожидали. Вы знаете, если ты не ожидаешь спасения в своей жизни, то тебе нечего и переживать. Если я не ожидаю то, что я буду спасен, то зачем мне Иисус и пришествие Его? Зачем мне Иисус, который пришел в мою жизнь? О, нет. Какая там радость? Для некоторых очередное слово, очередное откровение. Но если ты ожидаешь, если ты ждешь, вы знаете, я думаю, весь Вифлеем, все пастухи вокруг ожидали пришествия Божьего. Они передавали слова и откровения, когда придет, скоро еще, еще немножко, и придет Мессия, придет наш Господь. Мы не знаем, как это будет. И тут ангелы приходят и возвещают великую радость. Вы знаете, сегодня Бог посылает нам ангелов, а мы не замечаем, но тем, которые ожидают, не всем. Не всем. Если я в состоянии ожидания, я получу свою радость, я получу свое благословение, но мне надо что-то сделать, мне надо приложить усилия, мне надо пойти и проверить, правда ли это так. Вы знаете, некоторым надо прийти в церковь, некоторым надо покаяться, некоторым надо сказать, Иисус, войди в мое сердце, дай мне освобождение, дай мне свободу. Я хочу испытать это по-настоящему, потому что то, что мне рассказали, я склонен верить, я склонен верить, я это ожидаю в своей жизни, но я хочу это пережить. Вы знаете, некоторые сегодня имеют предвзятое отношение к церкви, они думают, что церковь, это, ну, это хорошее место, собрание и все, но здесь мы освобождаемся, благословляемся, мы переживаем что-то новое, и это переживание, я вам хочу сказать, великая радость, великая радость, которая приходит от Бога в твою жизнь, и тебе надо ожидать ее, я хочу пережить ее заново, я хочу каждый раз переживать ее, и мне нравится, что у нас есть праздник Рождества, кто-то бурчит на этот праздник, ему не нравится, что все красиво, слушай внимательно, хоть так и не вспоминают о нашем Иисусе, Он родился для нас, хватит бурчать, Бог родился для нас, великая радость, которая будет всем человеком, для чего Он родился, для того, чтобы я снова и снова пережил свое спасение, спасение от греха, спасение, которое будет, которое еще не пришло, я на пути, но уже имею радость, я хочу вам сказать, некоторые еще не освободились до конца, но вы уже можете иметь радость, поэтому, когда ты приходишь в церковь, ты чувствуешь такое, что что-то вот здесь вот щекочет тебя, мурашки бегают по коже, радость приходит, и ты не понимаешь, почему это на пути, и ты на пути своего освобождения, еще Иисус не умер, и еще не умер в твоей жизни, ой, ты не умер, Иисус умер давно, нам надо, чтобы Он умер для нас, это откровение, которое освобождает тебя от греха, и ты становишься свободен, и ты, ой, и ты можешь всем уже сказать, Иисус Христос, мой Господь, я Сын Божий, аминь, я дочитаю, они поют, славят, пришли, нашли Марию и Иосифа, младенца, лежащего в яме, и увидевши, рассказали о том, что было возвещено о младенце, зачем они рассказывают Марии, Марии тоже надо радость, о, у нее же родился ребенок, у нее радость, но послушайте, когда о вашем ребенке такое говорят, она еще не понимает, что ей предстоит, но уже есть радость, правда? Я еще не понимаю, что предстоит мне пережить, но у меня уже есть радость, я хочу, чтобы вы поняли, я переживаю многие вещи, Павел, когда встретился с Иисусом Христом, он встретился с Ним, на пути в Дамаск, Библия говорит, он ослеп, слышал его голос, слышал Бога, который говорил с ним, в другом месте написано, что он его видел, из-за этого ослеп, и вы знаете, самое интересное, то, что он свои переживания, то переживание, которое было в его жизни, он пронес через все, через все беды, через все проблемы, но Иисус явился ему, мы сегодня имеем возможность встретиться с Иисусом, пережить снова явление Божие в своей жизни, получить ту радость, освобождение, о, вы знаете, что Господь сказал Анании, Анания, у него еще много предстоит в жизни пережить, но сейчас у него радость, радость, Бог пришел к нему, как к некому извергу, вы знаете, Бог не выбирает нас из-за того, что мы хорошие, Бог избирает нас, потому что мы ожидаем, мы хотим, мы хотим каких-то перемен, мы хотим, чтобы что-то изменилось, Мария, она переживала, смотрите, и возвратились пастухи, славе, хваля Бога, за все, что слышали и видели, как и сказано было, мне нравится, славя, хваля Бога, в их жизни началась слава, она пришла, в их жизнь пришла слава, как ты можешь славить его, если ты не пережил ничего, некоторые сегодня не могут даже прославить его по достоинству, потому что я не переживаю того, той радости, радости Божьего присутствия, радости Божьего мира, давайте прочтем еще что-то, я открою вместе с вами одно место писания, это Исаия, 35 глава, вам надо для того, чтобы эта радость исполнилась в вашей жизни, что-то сделать со своей стороны, давайте прочтем, третий стих, укрепите ослабевшие руки, утвердите колени дрожащие, скажите робким душой, будьте тверды и не бойтесь, вот Бог наш придет от пщения, воздаяния Божия, Он придет и спасет вас, это ожидание, правда, скажите, те, которые боязливы, робкие, им страшно, они не могут, они не могут двигаться, они не могут перестань бояться, пастухам было возвещено, хватит уже бояться, идите искать, идите искать, идите искать своего Господа и Спасителя, хватит бояться, потому что некоторые сегодня боятся выйти на покаяние, боятся выйти к Иисусу, боятся встретиться с Ним, боятся прийти в церковь, а вдруг тут у меня все деньги отнимут, если ты прогулял деньги, то не страшно, а в церкви боишься, зазомбируют тебя, безумие какое-то, правда, страх, для того, чтобы пришло спасение в твою жизнь, должен уйти страх, я тебе говорю, робкий, будь тверд, не бойся, перестань бояться, Бог пришел ради тебя, Иисус пришел в твою жизнь, чтобы ты был спасен, в моей жизни, Иисус, в моей жизни, вы знаете, я это слышу, каждый день не бойся, Он мне говорит на ухо, не бойся, да хватит уже, я понимаю, почему Он говорит, потому что я робкий, я в некоторых вещах очень боязливый, я боюсь того, боюсь начинать, боюсь всяких, кихнувшись, я боюсь, я человек, я боюсь, вы знаете, как я пришел в церковь, я сел, я боялся выйти на покаяние, потом боялся проповедовать, только жениться не боялся, не, боялся расписаться, хотел убежать, Наташа помнит это, я там ходил вот так, что я делаю, что я делаю, я еще так молод, всего боялся, как мы часто делаем, а потом боимся. И Бог мне говорит, слушай, не бойся, не бойся, ибо я с тобой. Вы знаете, самое интересное, пастухи, это те, которые защищают стадо, сохраняют стадо, Бог является для пастухов, это люди бесстрашные, они могли на многие вещи способны, это вообще как воины были. Вы знаете, Давид был пастухом, супер воин. Способность наша, не от того, что мы, там, Бог хочет, чтобы мы стали бесстрашными, без страха. Вы знаете, некоторые люди стесняются евангелизировать, свидетельствовать, скажи робким душой, будьте тверды. Иисус родился для тебя, и для Него тоже, и для нее, Он родился для них. Смотрите, вот Бог наш, придет, он в щене, и я даже мстить не собираюсь. Я даже не буду ничего делать, я даже пальцем не пошевелю, Он все будет делать. Если ты веришь в Бога, Который всемогущий, то и прими это, перестань бояться, начни что-то делать, то, что Он говорит в твою жизнь. Сожег за... Шаг за шагом. Смотрите, тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся, когда хромой вскочит, как олень. Язык немого, немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне, и в степи потоки. Только тогда, когда твой страх будет побежден. Кто-то боится семью создавать, кто-то боится бизнес начинать, кто-то вообще всего боится по жизни, кто-то боится идти куда-то. Но если ты имеешь радость от Господа, то беги, делай все, что Он скажет тебе. Потому что то, что Он скажет, оно будет успешно, и Он поможет тебе, и Он благословит это. И даже ты не будешь бороться. Потоки не от тебя, благословение не от тебя. Все Бог исполнит. И вы знаете, самое интересное, исцеление возрастет в твою жизнь. Оно придет так сильно, что ты даже не ожидал его. О, еще одно местописание. Давайте откроем. Мне оно нравится. Это послание Якова. Четвертая глава. Седьмой стих. Итак, покоритесь Богу. Там дальше мы знаем, мы это цитируем часто. Противостаньте дьяволу. Но тут написана первая часть. Покоритесь Богу. Что такое покорность? Это полное послушание тому, что Он говорит в твою жизнь. Покоритесь Богу и противостаньте дьяволу и убежит от вас. Восьмой стих. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Пастухам надо было прийти к Нему, чтобы Господь был близок к Нему. Вы знаете, нам надо прийти в церковь для того, чтобы Бог пришел в нашу жизнь. Хватит уже говорить, что не надо ничего делать, Он сам придет. Приблизьтесь к Богу, чтобы Он приблизился. Скажи, нам надо приближаться к Нему. Нам надо приближаться в молитве, в чене слова. Я должен приближаться к Богу. И когда я приближаюсь к Богу, Он приближается ко мне. Что это такое? Что это такое? Что Он открывает мне в этом приближении? Когда Он приближается, моя жизнь начинает меняться. Вы знаете, когда Моисей приблизился к Богу, его жизнь изменилась. Твоя жизнь может поменяться в одно мгновение, когда ты подойдешь к Богу только на расстоянии. О, Он еще больше приблизился, когда взошел на гору и общался там. Но когда ты приблизился к Богу, Бог приблизится к тебе. Он начнет говорить с тобой, Он начнет давать тебе что-то, открывать что-то, но приблизься к Нему. И что, исправьте сердца. О, очистите руки, грешники. Исправьте сердца двоедушить. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш, да обратиться в плач. Радость ваша, печаль. А, это противоположное о том, что я говорю. Грешник, он не может иметь радости в присутствии Божьем. А, давайте прочтем еще одно местописание. Я вам хочу сказать. Вы знаете, вот эти фильмы про зомби, монстров и так далее, которые некоторые молодежь смотрит, так с удовольствием, да, и не молодежь. Смотрите. Тут написано в Исаии, 64 глава, 24 стих. «И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня. Ибо червь их не умрет, огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. Я раньше думал, что это и будут выходить и увидят трупы людей. Трупы людей, отступивших от Меня. Вы знаете, есть люди, которые вроде бы живы, но они уже трупы, которые отступили от Бога. Состояние отступления от Бога, оно дает тебе такого червячка внутри тебя. И это зло, которое тебя тревожит и начинает мучить. Огонь, который не угасает. Зло, которое наполняет Меня. И вы знаете, кто переживал это состояние, тот не хочет быть в этом состоянии. Плач и скрежет зубов. Не надо говорить об Аде. Это когда Бог далеко от тебя. Когда что-то точит тебя изнутри. И это не ты. Ты осознаешь, что это не ты. Кто-то из вас это уже переживал. Но когда вы приходили к Богу, вот этот червячок куда-то девался, зло уходило, мерзость ушла, когда ты приближаешься к Богу, жизнь меняется. Я вам хочу сказать, если мы отступили где-то от Бога, нам надо срочно вернуться. Он не даром это говорит. Смотрите, Иаков, он говорит не даром, сокрушайтесь, плачьте, смех ваш, да обратиться в печаль, радость, в печаль, смиритесь пред Богом. И что сделает? Вознесет вас. Потому что вознесение начинается с того момента, когда мы начинаем смиряться перед Ним, смиряться и сокрушаться, делать то, что Он хочет, исполнять. И вы знаете, смирение, это послушание Его воли. Пастухи что-то сделали, они смирились. Я хочу иметь радость. Снова пережить ее. Что мне для этого сделать? Слушай, брат, покайся. Тебе нужно покаяние. Хватит тебе жить снова в такой грешной жизни. Тебе надо выйти из этого состояния. Тебе надо выйти из того состояния, где ты всех обсуждаешь, всеми недоволен, все плохие вокруг. Один ты хороший. Червяк. Отступничество от Бога. Оно так близко уже. Нам кажется, что мы не отступили от Бога. Мы даже в церковь ходим, но уже общения с Ним не имеем. Приблизьтесь к Нему. И Он приблизится к вам. Взащите Его. И Он будет найден. Слушайте, Он хочет, чтобы мы так сделали. Если я так делаю, потому что меня не устраивает, бывает прославление, меня не устраивает то поклонение, когда мы не находим Его. Я хочу наслаждаться присутствием Божьим. Когда все червяки умирают вокруг, во всех. Меня не интересует, какой это червяк. Обиды, разочарования. Я хочу, чтобы вы были исцелены, потому что мы исцеление получаем в Его присутствии. А даже если не получаем, как Павел, он молился, то у него столько было присутствия Божьего, что Бог сказал, довольность тебя. Я хочу иметь столько, чтобы быть довольным этим. Тебе надо снова пережить это. Тебе надо снова войти в это и сказать, Господь, дай мне, я хочу, я желаю эту радость, я желаю этого присутствия, я желаю переживать это. Потому что что-то нерадостное Рождество сегодня. А что ты сделал для того, чтобы оно было радостным? Понимаешь меня? Кто из вас понял? Начни радоваться. Радоваться с тем, что Иисус пришел в твою жизнь. О, Он еще не умер. А, это значит, тебе придется пройти этот путь вместе с Ним, чтобы пригвоздить ко Христу всякий твой грех. Расстаться с Ним. Сказать, нет, я больше не буду. Никогда. Ты понимаешь меня? Потому что это подточит тебя, это уничтожит тебя, это отведет тебя от Него. И ты никогда больше не испытаешь радости. Я не хочу быть мерзостью. Я хочу быть в Его присутствии, в Его славе, в Его силе. Аминь. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Смиритесь пред Ним и Он вознесет вас. Вы знаете, часто мы в таком состоянии бываем, что нам тяжело смиряться. Нам тяжело смириться. Нам тяжело смириться. Но нужно. Перед кем смиряться? Да мне все равно перед кем. Хотите, перед вами смирюсь. Лишь бы Господь приблизился в мою жизнь. Гордые люди, они никогда не смиряются ни перед кем. Вы знаете, мне нравилось в Давидео, он не был гордым человеком. Он с такими людьми работал. Там написано, люди никчемные. Ни к чему непригодны. И Он смирялся перед Ним. И я раньше думал, когда Ему захотелось попить водички. Помните? Зачем? Он вот сказал, я хочу воды, а потом и вылил. А люди умирали за это, чтобы принеси ему чашу воды. Эти люди никчемные стали ему настолько верны, потому что он умел смиряться перед Богом и перед Ним. Вы знаете, некоторые гордые люди, они не способны ни перед кем смиряться. Саул. Он был самым гордым. Он смирялся, знаете, когда Дух Святой на него сходил. Давид, извини меня, больше не буду гоняться за тобой. А червячок точит. Если у тебя так червячок приходит, только когда в присутствие Божьем уходит, тебе надо покаяние, изменения, тебе надо перемены, чтобы Бог в твою жизнь настолько пришел, настолько сильно пришел, чтобы все вымерло внутри тебя, что нет Бога. А это возможно. Это возможно. Человеку это невозможно. Вы знаете, восстановление у нас в служении в понедельник, восстановление, служение в восстановлении. Восстановление для всех. Не только для тех, которые нуждаются освобождение от наркотиков. Восстановление. Если вы чувствуете, что вам надо восстановление, я бывает там не проповедую. Правда? Бывает, не говорю ничего. Они сами разговаривают. Они сами получают откровение из того, что говорят. потому что Господь на том месте. Восстановление происходит. Вы знаете, это не ракурс домашней группы. Это когда ты восстанавливаешься в том, кто ты есть. Тебе помогают те, которые восстановились уже в этом. Они тоже разговаривают. Похожи на особенные. Самые особенные. Тебе надо восстановиться. Тебе надо бежать туда. Стремиться к этому. Только для одного. Чтобы снова присутствие Божие стало в твоей жизни снова переживаемым. Потому что некоторые перестали переживать. Ой, мы верой ходим. Я верой тоже хожу. но хочу петь песни, как Давид и псалмы. А он каждый раз писал что-то новое. У меня есть песня. У тебя есть песня? Хвалы ему, славы ему. У меня есть песня. Это радость. Это радость от Духа Святого, которая приходит в твою жизнь. И сегодня тебе надо снова пережить ее. Тебе надо что-то сделать для этого. Покайся. Вернись к нему. Возвращение. Скажи, время возвращения. Ты знаешь, может я избитый, может я израненный, может у меня все уже разрушено внутри. Я возвращаюсь. Господь, я возвращаюсь к тебе. Я иду к тебе, чтобы моя жизнь снова стала целостной, измененной. Я хочу этой целостности, чтобы пришла твоя жизнь мою. Тебе нужно это. Мне это нужно. Давайте встать. Иисус родился не просто так. Как может младенец спасать людей? Как может проповедь освобождать и давать радость? Как может слово исцелять? Поверь это. Приди, испытай и почувствуй. переживи заново это. Продолжение следует... Продолжение следует...